...потправляют за уникальную экспедицию в одну из наиболее удалённых точек земного шара. Их цель — жить в джунглях вместе с племенем Камбай. Уже жизнь этого племени почти не изменилась с каменного века. Марк Эйнстис и Оли Ститс будут жить как охотники-собиратели, подобно Камбай. Они погрузятся в абсолютно незнакомый мир. Такого ещё никто никогда не делал. Так как же далеко они зайдут? Я с ужасом думаю о грызунах и животных вообще, потому что есть много вещей, которых мне не хочется есть. Например, лошадей или мозгейтинс. В Камбай насчитывает всего 4000 человек. Они живут вдали от мира, в тропических джунглях западного Папуа. Их жилища — шатки и шлажи на деревьях, и у них нет современных инструментов и даже одежды. Если наши путешественники хотят здесь выжить в течение нескольких месяцев, и придётся справиться со многими серьёзными проблемами. Мне повезло, что нога не сломалась. В конце приключения они примут участие в крупнейшем фестивале племени Камбай. Но значит ли это, что они тоже станут истинными Камбай? В первой серии задача Марка и Орли — разыскать деревню племени Камбай и каким-то образом там поселиться. Мне очень повезло, я получил возможность приехать на этот остров и попытаться поближе узнать людей, с которыми мы скоро встретимся. И, конечно, узнать побольше о себе самих и о нашем образе жизни, потому что мы намерены выбросить все наши вещи, если получится. И это. Да, честно говоря, я не знаю, как я на это отреагирую. Благодаря своей уникальной культуре Камбай считается бесспорными мастерами выживания в джунглях. Шесть лет назад я собирался пересечь этот остров, забравшись на гору, где до этого не ступала нога человека. Мы с другом забрались на гору, но пришли на вершину без сил и не смогли идти дальше. И еще одна причина, по которой мы не пошли дальше, это то, что мы не умели искать себе пропитание в джунглях. И я знаю, что в конце этой экспедиции, если все пойдет по плану, то у меня появятся отличные навыки выживания в джунглях. Марк интересует выживание, а Оля культура. Смогут ли эти два очень разных человека разобраться в древних знаниях племени Камбай? Марк Энстис опытный путешественник. Он участвовал во многих экспедициях, в том числе и в западной Папуа. Он знает, как себя вести. Да, тут масло вытекает. Он пишет книгу для любителей путешествий. Если у кого-то такое и получится, то явно у Марка. Да, что за история? Оли Стидс известный тележурналист. Будем надеяться на лучшее. Вдохновленный экспедицией в пустыню Гоби, он создал общество, цель которого вызвать у людей интерес к необычным культурам. Он очень любит английскую кухню. Что он будет делать без нее? Экспедиция начинается с этого небольшого самолета, летящего над высочайшей горной грядой западного Папуа и опускающегося в зеленое море деревьев. Марк и Оли направляются в Генеруму, где есть посадочные полоса, окруженные бескрайними непроходимыми джунглями. Я чувствую себя карликом среди такого величия. Следов обитания человека здесь очень-очень мало. Я не хотел бы заблудиться там. Марк уже бывал в западном Папуа, и я надеюсь, что его не пугает идея похода в неизвестном направлении. Я не рума. Я был здесь шесть лет назад. Тут нет машин, нет банков, нет телефонов. Это последний форкоз цивилизации. Последнее место для него, видимо, одет их в одежду людей. Внезапно я понял, что мне не терпится отправиться в путь. Нет пути назад. А может, он вернется? Я кое-что забыл. Их проводник — Боб и Олеги. Оли, привет. Очень приятно, очень рад. Боб один из немногих, кто уже 20 лет, отваживается заходить на территорию комбай. Боб, как ты думаешь, мы сможем жить как комбай? Ну да, то есть жить как много тысяч лет назад. Думаешь, у нас получится? Да, получится. Мы избалованные. Первые несколько недель будет тяжело. Да, еще бы, очень тяжело. Уже в полодиннадцатом. Давайте собираться. Где наши ребята? Хорошо, сейчас. Ребята, кто понесет эти сумки? Проверьте, какие из них легкие, какие тяжелые скорее. Жизнь в племени комбай. Марк и Оли попросили Боба найти семью комбай, которая научит их жить так, как живут они сами. Боб слышал о деревне, олицетворяющей традиционный образ жизни племени комбай. Они живут так, как жили их в ветке 30 тысяч лет тому назад. Боб думает, что туда можно набраться за 3-4 дня довольно трудного перехода. Я ничего не знаю про джунгли. Для меня это абсолютно чуждый и дикий мир. Мы с Марком очень разные. У него большой опыт в подобных делах. И если подумать, то я не пошел бы в джунгли ни с кем, кроме Марка. Я люблю и в то же время ненавижу джунгли. Каждый раз, когда я ухожу из джунглей, я говорю, что это был последний раз. Я больше не вернусь в этот кошмар. Но потом все плохое забывается, и, если честно, мне это нравится. Мы с Олей почти не знаем друг друга. Браво. Мы с ним вместе занимались организацией экспедиций, но никуда вместе не ездили. Я вижу, что он относится к этой зате и открыто. Держись как следует. Он понимает все это как должное. Говорят, что комбай очень территориальный. Мы надеемся, что Гоб не даст нам попасть в виду. Куда мы пойдем? Вверх по течению? Да, вверх по реке. А как мы туда попадем? Поплывем на каноэ. Каноэ? Да. Мы поплывем на каноэ. Оно качается, а я ужасно неупрежий. Мне не по себе. Потому что мы знаем, кому принадлежит который участок реки. Здесь удивительно тихо. Здесь совсем не так, как наша жизнь на Западе. Ни машин, ни людей, ничего. Только мы и джунгли. Мы чуть не утонули, потому что марк слишком толстый. Чтоб и говорил. Я не знаю, что происходит, но там стоит парень с луком и целится в нас. Мы не успели с ним поговорить, как он исчез. Боб и насильщики не ожидали так скоро встретиться с комбайом. Мы что, перешли границу реки? Надо выяснить, что мы сделали не так. Как-то у тебя над головой пролетает Шириланд, неважно, что ты об этом раньше слышал. Да ты все равно тебя шокирует? В английских барах с тобой так не поздороваются. Хотя англичане тоже не самые бестеприимные люди на свете. Но все же не настолько, как этот боец. Он пока не вернулся, но наверняка вернется. Придется здесь остановиться. Для меня это был настоящий сюрприз. Я этого не ожидал. Я не знаю, куда он ушел. Я не знаю, вернется он сюда с приятелями или нет. Посмотрим, что будет дальше. Но не лоха, мы разбиваем лагерь. Боб думает, что нам еще целый день и встилет в деревню Камбай, где живут мужчины, женщины и дети. Все дело в том, что для этого мы должны пройти через владение этого воина. Наступает утро, и путешественники 5 часов идут по болоте с 3 минуты. Камбай, встал, и встал, и встал, и встал, и встал. Мы продолжаем встреча с преминим Камбай. И они не очень дружелюбны. Мы всего лишь хотим пройти через их территорию. А то есть мы, они говорят только на своем языке. А наши переводчики сомневаются. Они сказали, что если они будут в нас стрелять, то будут неприятности. Если мы не выясним, как обстоят дела, то будет еще хуже. Можно им что-нибудь дать, чтобы они нас пропустили? Похоже на стрелять или шалаш. Не было страшно. Они нас напугали. Тут нет банцев, но нам сказали, что табак это своего рода валюта, и что они его примут. Внезапно агрессивность и след простыл. Они приняли взятку. Кажется, встреча окончена. Мы узнали, что на языке Камбай слово Буро Рамбо означает здравствуй, хорошо, и самое главное спасибо. Буро Рамбо. Буро Рамбо. Они хотели нас убить, и вполне могли это сделать. Но теперь они широко улыбаются, так что все будет в порядке. Теперь нам ясно, что к чему. И в следующий раз мы сами справимся. Придется справиться, иначе мы поссоримся. Когда у них есть луки и стрелы, то нам лучше с ними не ссориться. Смотрите, там есть хижина. Посмотрим, кто там есть. Похоже на то место, о котором говорил нам Бог. Тут красиво. Отличное место. Было бы неплохо тут остаться. Было бы прекрасно. Мы сейчас непрошенные гости. Мы должны выяснить, останемся ли мы здесь, или пойдем к ним туда. Боб, как ты думаешь? Лучше подождем, пока Харфеева вернутся. Да, иначе у нас тут... Нас плохо принят. Сострелы, или еще с чем-нибудь. Ладно, подождем здесь. Я согласен. Смотрите, сюда идут люди. Буро Рамбо. Буро Рамбо. Они в нас целятся. У нас будет лишний табак. Табак. Удывайся шире. Буро Рамбо. Буро Рамбо. Буро Рамбо. Буро Рамбо. Буро Рамбо. Буро Рамбо. Довольно неловкая первая встреча. Но это идеальная группа, с которой можно будет жить. В отличие от первой группы, это целая семья мужчины, женщины и дети. И непонятные зверушки. Буро Рамбо. Буро Рамбо. Буро Рамбо. Стоп, что скажешь, что нам делать дальше? Я скручу папироску и предложу им покурить. Предложив им позношение, мы решили рискнуть и задать главный вопрос. Надеюсь, они нам не откажут. Мы с Олей ничего не знаем о джунглях. Мы не умеем охотиться. Не знаем, что тут надо есть. Не знаем, как тут надо жить. Мы ищем людей, которые могли бы нас научить. И мы хотим учиться у самых-самых лучших. Баб переводит с племени просьбу гостей. Что вызывает бурные дебаты. Что они сказали? Эта семья решила, что они согласны. Они вас научат. Серьезно? Они будут вас учить. Очень хорошо, спасибо. Буро Рамбо. Почему они нас могут научить? Как охотиться на птиц, ловить змей и крыс, всему научим. Здорово. А потом они помогут нам найти себе камбайских шон. Лед растоплен, и мы уходим, пока они не передумали. Мы не хотим их обижать. Мы ставим палатку на краю опушки. Они ведь нас сюда не приглашали. Мы сделали первый шаг по неизвестной. И было так приятно, что после нескольких улыбок и короткого разговора, мы начали друг друга понимать. И через 5-10 минут мы уже вместе смеялись. В этой девушке живет две семьи. Мы еще не знаем, кто чей родственник. Но, судя по всему, здесь три поколения. Старший глава семьи это Био Спеер. Он малофаворит. За него это делает его заместитель. Клоуа очень любопытный. У него есть чувство юмора, и мне не терпится с ним познакомиться. Первое, что все замечают, это то, что носят мужчины-камбай. Странные тыквы на членах, из которых до этого вынимают мярис. Наш вопрос, почему? Когда у мальчика маленький член, ему такая тыква не нужна. Но когда его отец решит, что мальчик вырос, то с этого момента он должен носить тыкву всегда, когда он находится в обществе женщин. Когда отец дал мне мою тыкву, я боялся, что мой член оттуда выпадет. Но он не выпадал. Это наш первый день с семьей, и они покажут нам один из способов добывания еды. Мы охотимся с собаками на крыс. Тут нет магазинов, и каждый день надо искать еду. И занимаются этим в основном женщины. Вполне возможно, что мужчины не сочли нас достойными для того, чтобы взять нас на настоящую охоту. Собаки обучены вынюхивать крыс и находить их в норке, которые наши дамы методически уничтожают. Вон крыса, лови ее, лови. Дурной пес, крыса убежала. Плохо, плохо. Да, вы ее спугнули, это вы во всем виноваты. Бернер жена Бэйо. Ей только 24 года, но она здесь главная командирша. Крысы убежали. Пошли скорее за ними. Больше всего она командует Маппи, которая подражает всему, что делает Бернер. Мы любим мясо крыс. Мы едим крыс. А это Бумен. Чье имя значит «сбалованный ребенок». Жирные, сочные крысы. Очень большие. Кто приносит домой всю еду, мужчины или женщины? Мы к этому привыкли. Мы всегда идем охотиться с собаками и всегда приносим что-нибудь назад. Мужчины обычно охотятся на диких свиней. Они намного больше крыс. Но они их редко убивают. Да, правильно, очень даже редко. Там прячется крыса. Она там. Там ловите ее скорее. Идите за собаками. Не мешайте, отойдите. Похоже, маркиоли мешают им охотиться. Глупая собака не поймала. Потому что белые странно пахнут. Собаки не хотят охотиться на крыс. Они не знают, кого им нюхать. Он очень странно пахнет. Вонючка. Я побежал за Бернера как можно скорее. Она так ловко и быстро бежала. По джунглям, вверх, по холму. В том гнезде точно была крыса. Я ее видела. Такая жирная. Я до сих пор еще там. Что с твоей собакой? Что нам теперь делать? Твоя глупая собака устала. Мне надоело. Пошли домой. Нас и собаку пробьют за то, что мы плохо охотились. Вы и нас с Олей пробьете? Нас тоже? Это Марку и Олей. В Англии за такое надо платить, а тут это бесплатно. Становится ясно, что Марки и Олей испортили хорошую охоту. И теперь их вызывают к Беррио, главе семьи. Жизнь в племени Камбай. Эти люди племени Камбай, западного Попуа, пытаются обучить приехавших с запада Оли Стица и Марка Энстиса. Охота на крыс прошла безрезультатно. И теперь Марка Солли вызывает к Беррио, главе семейства. Я слышал, вы очень старались поймать крысу. Видите тот дом на дереве? Он немного шаткий, но я разрешаю вам в нем жить. Вот это да, большое вам спасибо. Огромное спасибо. Предложение Бэйо означает, что Марки и Олей будут жить в самом центре деревни. Это первый признак доверия. Небольшой ремонт, и можно переезжать. Смотри, вот здорово. Нам очень повезло, Олли. Это точно. Наша новая роскошная квартира. Потрясающий пейзаж, полное отсутствие удобств. Чтобы вписаться в общество, мы постепенно избавимся от всего того, что выдают в нас представители Запада. Вот, это список Марка. Видите, он выбросит все эти вещи. Он взял с собой слишком много вещей. А это мой список. Я ничего с собой не взял, не то что он. Каждую неделю мы будем складывать в мешок те вещи, которые нам не нужны. Дострюли сковородки, ножи, а потом даже и нашу одежду. Очки. Очки. Нет, только не очки. Привет, это четвертый видеодневник. Мы сегодня переехали в шалаш. Потрясающе, просто великолепно. Мы в шалаше на дереве, у нас с Олли уже есть свой дом. Мне даже неудобно, что мы заняли их ветку. Дом разваливается. И в один из углов заходить нельзя, только вещи можно складываться. Но все равно это здорово. Рассвет. И комбай собираются идти к границе владений. Площадью 50 квадратных километров. За их основной пищей, саго. Мы уже давно ничего не ели, и они научат нас, как добывать саго. После вчерашнего фиаско мы намерены честно выполнить нашу долю работы. Но для меня немаловажно. Наконец-то сбылась моя мечта. Я превратился в насильщицу. Роли здесь четко распределены. Только мужчинам позволено срубить высокую саговую пальму, что они делают каменным топором. Я чуть бы ее голову не отрубил. Я до сих пор весь еще мокрый и немного беспокоюсь. Они почему-то взяли с собой этих ручащих свиней. Что он делает? Это очень большая жертва. Огромное дерево рубят, чтобы люди получили трех- или четырехнедельный запас полной крахмала крупы. Мне это кажется несправедливым. Женщины должны превратить волокнистую древесину пальмы в мякоть, часами ее разбивая, перемалывая. А мужчины сидят себе и ничего везде не делают. Музыка Музыка Красивые песни, очень красивые. Музыка Это песня про вас. Прекрасная песня про вас. Да, прекрасная песня для вас. Скажите спасибо. Он мне нравится. Бернер, он кладет это в мою корзинку. А почему не в мою? Ему больше понравилось. В этот замечательный беспроводной миксер добавляют воду. И из мякоти выходит весь крахмал. Я в восторге от простоты этой системы. Крахмальная вода течет в корыто для разделения и затвердевания. Мы высшимаем мякоть и пробываем. И крупа сага падает на дно. А потом ее несут домой и прямо так едят. В сагу, как в картошке, очень много крахмала. К сожалению, крахмал так долго застывает, что никто ничего целый день не ест. Мы работали вместе со всеми, так что мы тоже весь день ничего не ели, как и они. И мы надеемся, что с нами в конце концов поделятся. С наступлением вечера Бернер забирает всю сагу, оставляя Марка и Олли в недоумении. Как ты думаешь, что нам сегодня съесть? Идем. Если мы туда пойдем, то нам придется ловить насекомых и пауков. Подожди, еще не вечер. Мне не хочется есть пауков. Не сегодня. Боже, как я хочу есть. Нам повезло, что Симеон, один из сыновей Бео и Бернер, решает поделиться с нами сагу. Это сагу. Да. Крошечный комочек сагу абсолютно безвкусный. Завтра я должен по-настоящему поесть. Олли! Идите с нами завтракать. Мы пригласили вас сюда, чтобы вам кое-что сказать. Раз вы так хотите жить, как мы, то вы должны стать членами нашей семьи. Завтра мы устроим праздник, на котором вас усыновим, как наших детей. Какая великая честь. Господи, я этого не ожидал. Удивительно. Вы мне даже не верите. Мы прожили тут всего несколько дней. Мы поможем вам готовиться к празднику. Да, вы пойдете с нами за леченками сагу. Они такие вкусные. Комбай редко устраивает церемонии. На них будет приглашать другие племена. И Бэйл хочет, чтобы его соседи знали о прибавлении к семействе. Я пригласил много людей. И я готовлю наш праздничный шатюр. Эти листья надо сложить вот так, как делали еще наши предки. Мужчины комбай носят бутылочные тыквы на членах. Для этого надо вынуть из тыквы все мякоть, а оболочку запечь на огне. Мы дадим такие тыквы нашим новым сыновьям. Надеюсь, они им понравятся. Смотрите, какая красивая. На западе, когда устраивают вечеринку, нанимают поворот. А здесь собирают саговых личинок. Все равно, что устрицы или икру для комбай. Эти личинки гигантские. Какие ужасы тут пячутся. Мы пришли туда, где собирают саговых личинок. Деликатес для праздничного вечера. Для комбай это эквивалент животноводства. Эти пальмы срубили несколько месяцев назад, но не стали перемалывать их древесину, а ставили их нить. А вот и личинки. Гниющие саговые пальмы привлекают джуков-дровосеков, откладывающих там яйца. Вот джук-дровосек, он живой, какой красавец, в смокинге. Остальное происходит само собой. Из яиц вырухляются личинки, крупней которых я еще не видел. Вот одна. Они пытаются кусаться, у них такие челюсти. Оле, не надо, убей ее. Оле, ты боишься, что ли? Убей ее, и все тут. Она, похоже, предлагает нам их снять. Смотри, смотри, вот так, это же просто. Их надо сначала убить, слава богу. Раздавить им голову. Я думал, их едят живыми. Потрясающе. Берешь ее за голову и давишь ее, личинка дохнет. Вот как это делается. И он умер. Сэговые пальмы – самый ценный ресурс для комбай. Позволять им гнить – это большая жертва. Я прекрасно понимаю, почему их вскрывают ради личинок только в очень редких случаях. Когда мы ходили заготавливать крупу, мужчины позволили нам символически нанести несколько ударов топором по пальме. Но все это было для вида, на самом деле. У нас тогда осталось впечатление, что нам не доверяют. Боятся, что мы что-нибудь испортим или сломаем топор, и совершенно справедливо. Но сейчас... Мне кажется, они увидели, что мы неполные идиоты. Он сейчас работает вовсю, но лишние две пары рук тоже не помешают. Этот парнишка с удовольствием ест личинок, не успевших вырасти. Он сует их рост с огромным аппетитом. Смотрите, очень вкусно. Они обожают этих личинок, но вы не представляете, насколько они отвратительны. А самое ужасное, что на церемонии нашего усыновления они будут всех этим угощать. Мне сказали не трогать последних личинок. И у меня возникло страшное полозрение. Ешьте, что это? Угощайтесь. Это наш пикник. Вознаграждение за тяжкий труд. На помощь. Ты не чувствуешь взрыв внутренности у себя во рту. Что ж, делать нечего. О, черт. Все заметили наши колебания. Даже самый тихий человек их племени, Леонари. Почему они такие брезгливые? Нам очень долго придется их учить о том, что едят в джунглях. На завтрашнем празднике самые большие для нас проблемы будут выглядеть благодарными, когда на самом деле нас будет дошлить. Но меня беспокоит еще кое-что. Все почему-то хихикают, и мне кажется, я знаю почему. Но я не уверен. Я знаю, что будет. Я не уверен. Я слышу, что Марфу придется надеть юбку из травы и танцевать с Макпи. Семейные джакузи под открытым небом приносят нам большое облегчение после тяжелого дня. К сожалению, мне больше не придется мыф с мылом, потому что Клова вылил на себя весь флафон. Праздник будет завтра после обеда, но ритуал начнется сегодня вечером. Сыговых личинок заворачивают в банановые листья и кладут на горячие камни. Варится с собственным законом часов 18, не меньше. Я видел, как Олли мылся. Вы его видели? Нет, а что такое? У него огромный член, слишком большой для тыквы. Что? Он в тыкву не поместится? Бэй, лучше спрячь тыкву и положи их вон туда. Да, спрячь их там. Ну, хорошо. В наших условиях, если бы я хотел кого-нибудь установить, то это очень-очень важные события. И так стараться, как стараются они, так нам все необходимое, так они уже так много нам дали. Если благодаря этому они с нами подружатся, то это будет очень здорово. Да, это большая честь. Большая честь. Да, завтра будет очень важный день. Наскупил день, когда племя Камбай усыновит Марка Энстиса и Олистица. Мужчины готовят для церемонии свои лучшие луки и стрелы. А я нашел удобный момент, чтобы расспросить моего будущего дядю Леонари о его оружии. Эта стрела притупилась. Почему она тупая? Да, потому что я ею убил человека. У нас была война с другим племенем. Они украли одну из наших жен. Я отомстил и убил. Мы стояли здесь, а они стояли там. И мы стреляли друг в друга. Их история меня поразила. И я почувствовал себя неуютной. Все они выглядят такими добрыми и не способными на жестокую месть. Я здесь не для того, чтобы судить кого-то, но в конце концов, я хочу понять, почему они считают это правильным. Момент настал. Выпейнг нас ввели в праздничный шатер. Выпейнг нас усыновляют. Личинки готовы, но есть их нельзя. До прихода почетных гостей из соседнего племени в Каравай. Уже довольно поздно, и, судя по всему, посетные гости не придут на церемонию. До вечеринка, наоборот, вначале все засыпают, потом постепенно просыпаются, и, в конце концов, начинается веселье. Семья слишком проголодалась и больше ждать не может. Они разочарованы, но, проглотив обиду, начинают церемонию без гостей. Когда стена из листьев символически разрушена, пора разрушить барьеры между людьми. Все садятся и вместе едят. Вкуснотища. Боюсь, что дальше тянуть уже нельзя. Ешьте, ешьте, это важно. Чтобы никого не обижать, я пытаюсь себе представить, что личинки моя любимая еда. Сосиски с пюре и височный бифштекс. Но Марку приходится пужа. Не ешь меня, не ешь меня, пожалуйста, не ешь меня. О, нет. Это для моей матери, которая считала меня слишком разборчивым. Красота. Веселье только начинается. Жизнь в племени комбай. Наконец приходят гости к каравай. Но несмотря на то, что до их деревни идти всего несколько дней, они говорят совершенно на другом языке. На острове существует более тысячи языков. И единственный способ друг друга понять, это проявить подобное гостеприимство. Вы, каравай, пришли издалека. Как жаль, что я не понимаю вашего языка. Ситуация была бы несколько неудобной. Но заговоры и личинки, это их общий язык. Так что мы их будем просто угощать. Настроение поднимается. И нам очевидно, что кроме нашего усыновления, цель этих праздников поднять свой престиж в глазах другого клана. Клова и Бео упроются в славе, которую они сегодня заслужили. Семья великодушна нас приняла. Но мне не дает покоя их воинственное прошлое. И то, что я могу еще узнать. Но я хочу это узнать. И пути назад нет. Мы стали членами этой семьи. Вы пришли сюда. Но у меня нет мяса или рыбы, чтобы угостить вас. Мы изо всех наших сил собирали личинок. И я поделился с вами нашим угощением. И ты теперь мой брат. Так мы живем. Устраиваем праздники вроде этого. И будем так жить до скончания веков. Я так растроган всем, что ты сейчас сказал. Как ты себя чувствовал на церемонии? Я не знаю. Я не знаю, как мне себя чувствовать. Знаешь, я, пожалуй, чувствую себя членом этой семьи. Будь то, мы породнились. Мне нравится, что нам дали возможность делать то, что мы хотим, когда сюда пришли гости. Мы еще очень многого не знаем о нашей новой семье. Гунары, мой новый отец и старейшина клана, приходят к нам в гости. Он хочет рассказать нам о своих обязанностях по отношению к членам семьи. Оли, мы его зятя убили. Я очень расстроился и должен был отомстить. Я заманил убийцу к себе в дом и прямо там убил его. Мы прямо там его и зарезали. В следующей серии Маркиоли узнают, почему в 21 веке эти добрые люди до сих пор убивают из мести.